Работники клининговой компании «Константа-сервис» не могут добиться от работодателя положенных выплат с февраля. Суммы небольшие, но руководство фирмы тянет время. Десятки дворников и уборщиц убирали подъезды в домах и территорию у домов, которые обслуживает центральная управляющая компания. Там им и выдавали так называемые серые зарплаты. Бланки договоров с «Константой» у них на руках, вот только без подписи и без печати. Когда начались проблемы с выплатами, граждане напугались, не знали, как добиться теперь положенных денег. Часть пострадавших обратилась в прокуратуру, там начали проверку. После выхода репортажа Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пока в деле только двое пострадавших и небольшая сумма ущерба. По версии следствия, руководство клининговой компании «Константа-сервис» допустило невыплату заработной платы двум работникам общества на общую сумму около 17 тысяч рублей. В настоящее время следователями устанавливается весь круг лиц из числа работников данной организации, которым была невыплачена заработная плата. Пострадавшие сотрудники могут обращаться во Фрунзенский межрайонный следственный отдел города Иваново. Приглашают пострадавших работников «Константа» и прокуратура Фрунзенского района. Они провели проверку и готовят пять исков в суд по числу уже обратившихся к ним граждан. В прокуратуру обратилось пять граждан. По результатам текущей проверки установлено, что фактически в трудовых отношениях с данной организацией стояло гораздо более большое количество граждан, по предварительным оценкам несколько десятков. Планируется направить в суд исковые заявления в интересах обратившихся в прокуратуру граждан с требованием, во-первых, о признании данных отношений трудовыми официально, во-вторых, о взыскании задолженности по заработной плате, в-третьих, в связи с наличием задолженности по заработной плате граждане имеют право на получение компенсации за несвоевременное ее получение. Кроме того, компания должна будет официально оформить сотрудников и заплатить взносы в пенсионные фонды. Фонды соцстрахования и медстрахования за весь период их работы. В прокуратуре готовы защищать интересы всех пострадавших, но подчеркивают, что для этого нужно официальное обращение. Татьяна Прокопенко, Максим Шишкин, телекомпания «Барс».